Сегодня поговорим про распределенную базу данных HBase. Краткое содержание. Вначале посмотрим на ее основные достоинства и недостатки, после чего перейдем к описанию тому, как обычные виды таблицы в революционной базе данных выглядят в колонкоориентированной базе данных. После чего поговорим об архитектуре, рассмотрим клиентской API и также рассмотрим пример, каким образом можно выбрать вид ключа в HBase, чтобы это было эффективно. Итак, начнем с общего рассмотрения особенностей. Во-первых, HBase — это чисто иной SQL. Нет абсолютно никакого языка запросов. Все, что есть, это фактически API и различные клиенты, которые это API используют. В том числе есть, например, Common Line Shell, в котором можно писать запросы, но которые, опять же, являются просто небольшой прослойкой над API. Вторая особенность в том, что HBase — это колонкоориентированная база данных. То есть это принципиально другой подход к виду данных, к логическому представлению данных. Все данные в HBase версионированы. То есть если вы делаете несколько записей, для каждого из них есть версия. Значит, таблица выглядит следующим образом. Все ряды упорядочены по первичному ключу, так называемому rowkey. Причем этот rowkey является на самом деле единственным индексом. Все ячейки, то есть пересечения рядов и колонок, являются, в том числе первичный ключ, являются неинтерпретируемыми массивами byte. То есть вы можете писать туда все, что угодно. Строки, числа — это не имеет никакого значения с точки зрения баз данных. Бесплатно получается автошардирование. Мы рассмотрим это чуть позже, но фактически все данные делятся на регионы. И каждый регион представляет собой упорядоченный, то есть некоторый отрезок данных. И, соответственно, каждый ряд относится строго к одному региону. Значит, HBase является распределенной базой данных. То есть HBase работает на кластере из нескольких машин. Основанно на HDFS, о чем на файловой системе, о которой мы говорили в прошлый раз. Но, в принципе, она может использовать любую файловую систему, не только HDFS. Опять-таки, очень full-tolerant, устойчивая к сбоям. Значит, по поводу каптеоремы обладает свойствами C-консистенсии и P, практически толерант. Опять-таки, поговорим позже, и будет понятно, почему. Значит, по поводу колонкоориентированности. Фактически, каждая ячейка, то есть каждый элемент данных имеет следующие координаты. Это rowKey, то есть его ID. Это колонка, состоящая из columnFamily и columnName, а также версии. Значит, все данные сгруппированы по columnFamily. ColumnFamily – это физическое представление данных. То есть, каждая columnFamily имеет свой набор файлов, в которых живут данные. Ну, и значения now бесплатны. Опять же, потом будет понятно, почему. Значит, кроме того, нет фактически удаления данных. Вместо этого устанавливается специальный маркер, который называется TomStone, то есть могильный камень, который говорит о том, что данные удалены. То есть, при запросе этих данных, когда клиенты будут запрашивать эти данные, эти ряды или колонки, у которых стоит самый TomStone, не будут возвращены клиенту. То есть, это фактически просто такой признак о том, что их не надо возвращать. Они удаляются потом при так называемом компакшне. Опять же, все рассмотрим позже. Ну, и есть TTL for Cells. То есть, вы можете выставить время жизни каждой ячейки. Так, значит, disadvantages, то есть ограничения. Во-первых, HBase очень, в отличие от… То есть, это не Oracle, поэтому есть очень большое количество ограничений. Во-первых, нет никаких вторичных индексов из коробки. Есть расширения, которые могут быть использованы для построения такого индекса, но это уже требует некоторых усилий для того, чтобы это подключить и заиспользовать. Во-вторых, нет транзакций. То есть, есть поддержка Comparance Swap операций. Кстати, все знают, что такое Comparance Swap? Нет? Хорошо. Значит, опять-таки, поподробнее остановлюсь на месте, где мы будем про это говорить. Есть, значит, локи на ряды для последовательного… То есть, есть некоторые локи для того, чтобы синхронизовать операции редактирования. И есть каунтеры, то есть счетчики. Так, значит, следующее ограничение весьма существенное о том, что оно не очень хорошо подходит для нескольких дата-центров. То есть, опять-таки, оно не предназначено для того, чтобы работать в нескольких дата-центрах. Но при этом есть мастер-слейв-репликация. То есть, вы можете настроить репликацию из одного дата-центра в другое. Это как бы немножко спасает. Ну, да, и как я уже сказал, нет более-менее сложного языка запросов. Значит, перейдем к тому, как выглядят таблицы в колонкоориентированной базе данных в HBase. Значит, если есть таблица в обычной, как сказать, в обычной RDBMS, то есть есть заранее определенный набор колонок, есть ключи и есть, соответственно, ряды. В каждой из этих колонок есть какое-то значение, или может быть, null. В колонкоориентированной все выглядит несколько иначе. Во-первых, вы заранее должны завести семейство колонок, колонн-фэмили. Их обычно, в случае HBase, обычно 2 или 3. То есть, как рекомендуют документации, не больше. При этом это, так сказать, DDL. То есть, это то, что меняется довольно редко. В каждой колонн-фэмили, вот как на примере фэмили-1, фэмили-2, может быть довольно большое количество колонок. Причем оно может меняться на лету. То есть, фактически, фэмили представляет собой как бы мэп, в который клиент может сказать put любого значения ключа. То есть, таким образом, сами колонки – это очень непостоянная вещь очень непостоянная. То есть, каждый клиент решает сам, как им эти колонки использовать. Обычно на один колонн-фэмили может быть до нескольких десятков миллионов колонок. Ключи, как я… Ну, и есть ключи, как я сказал, что это, на самом деле, единственный первичный индекс таблицы. То есть, если вы хотите найти запись, то вы просто сдаёте этот… Ну, в общем, обычный ID в привычном понимании. Ну, вот, значит, здесь есть конкретный пример. То есть, есть некоторая таблица, в которой есть две колонн-фэмили, два семейства колонок – это дата и мета, то есть мета-дата. Есть у колонн-фэмили-дата есть пустая колонка, это допускается. То есть, фактически, это колонка с именем пустая строка, вот, в которой хранится там некоторая выдача какого-то веб-сервиса. В колонн-фэмили-мета есть две колонки. Это MIME-type, то есть в данном случае, например, application.json, и размер некоторый. Также вы видите проставленный таймстэмп, то есть, допустим, если у вас был какой-то кроулер, который обходил страницы, то в первый раз он обошёл, у него была вот такая выдача, в второй раз такая, в третий раз такая, хотя она, по-моему, примерно одинаковая. Но это не имеет значения. Вот. В табличном представлении то же самое, можно записать таким образом. Есть некоторый rowkey, то есть ID, у него есть набор таймстэмпов. И для каждого таймстэмпа есть соответствующие им данные. Да, вот здесь вот вы видите как раз counters. Вот. Ну, собственно, на этом всё. Дальше посмотрим, как это выглядит в конце с точки зрения дизайна ключей. Рассмотрим ближе архитектуру. Значит, для начала введём основные базовые понятия. Регион — это, так сказать, контейнер данных. Каждая таблица делится на некоторые регионы. То есть, если у вас в таблице, условно говоря, есть данные, которые индексируются английскими буквами от A до Z, каждый регион представляет собой некоторую последовательность этих букв. То есть, допустим, один регион от A до C, другой регион от D до G и так далее. Регионы сервера... Регион сервера... Да, и каждый регион характеризуется некоторым количеством файлов в HDFS, который, собственно, обслуживается одним регион сервером. Если режим сервер умирает, захожу вперёд немножко, мастер понимает, что этот режим сервер умер, и ему нужен этот регион, который остался жить, потому что он использует... Потому что всё это живёт на HDFS. Этот регион отправляется к другому режим серверу, и после этого этот регион снова становится доступным. Собственно, режим сервер — это, фактически, рабочие лошадки, на которых проводятся все операции с данными. Val — это write-ahead-lock, то есть лог операций, который нужен для восстановления после сбоев. MemStore — это фактически write-буфер, то есть когда данные записываются в регион, режим сервером, они вначале записываются в write-ahead-lock, после этого на диск, после этого они запоминаются в MemStore, то есть это быстрый in-memory write-буфер. Store-файл или, что же самое, H-файл — это, собственно, название непосредственных бинарных файлов, где хранятся данные. Значит, ну вот очень высокоуровневый взгляд на архитектуру H-base. Значит, как я уже неоднократно говорил, она базируется на распределенной базе данных HDFS, хотя, в принципе, может быть любая другая, ну, не любая другая файловая система, для которой, собственно, есть имплементация. Очень сильно зависит от ZooKeeper. По поводу ZooKeeper у вас будет отдельный доклад. Я здесь только вкратце коснусь и расскажу, что это такое. Собственно, сам H-base предоставляет некоторое IP для доступа к базе данных. Есть один мастер, как правило, с бэкапом, то есть он один да не один. И есть некоторый набор регистраторов, каждого из которых есть набор H-файлов, MemStore и write-ahead-lock. Вот как это выглядит более подробно. Что? Значит, есть клиент. Клиент, если клиенту нужны какие-то данные, он первым делом идет к ZooKeeper. Допустим, клиент хочет, я не знаю, записать что-то в какой-то регион. То есть у него есть RAW-ID, и он хочет понять, куда ему писать. Значит, он идет в ZooKeeper и получает с помощью нескольких шагов получает нужный регион-сервер. После этого он идет, собственно, в регион-сервер. У каждого регион-сервера есть набор регионов. Вот он здесь виден. Вот, собственно, H-lock, который является просто write-ahead-lockом, другое название. Есть несколько Store. Каждый Store, на самом деле, это Calm Family. У каждой Calm Family есть свой MemStore, то есть write-буфер. И есть набор Store-файлов, которые фактически лежат в DFS на одной из datanode. Да, и есть, собственно, H-master, который заметит, что клиент при взаимодействии с кластером фактически к мастеру не обращается. То есть мастер нужен, во-первых, для того, чтобы проводить всякие DDL-операции, там, добавление, удаление таблицы, добавление column family, удаление column family. А также нужно для некоторых housekeeping-операций. То есть, если, например, у нас, если какой-то регион умер, его данные нужно, его региона нужно поселить в другие region-серверы. Либо, если какой-то регион оказался более нагруженный, то есть содержит больше регионов, чем должен, он запускает процесс балансировки и так далее. То есть H-master фактически играет, в общем-то, не первостепенную роль. Вот. Значит, это как раз картинка соответствующей региону. То есть у нас есть какая-то некоторая таблица, от A до Z есть три региона. Вот записи в данном случае с A до C содержатся в первом регионе, с C, D, F содержатся в третьем регионе, ну и так далее, собственно. Здесь комментарии, наверное, излишни. Итак, значит, как я уже сказал, есть один мастер с бэкапами. Есть некоторый набор слейвов, то есть region-сервера, которые обрабатывают данные. Значит, очень тесная интеграция с ZKipper. То есть, например, через ZKipper отслеживается вообще, жив ли данный, данный region-сервер или нет. Если он умер, то там теряется его эсмерная нода. На следующем докладе вы узнаете, что это такое. И таким образом мастер узнает о том, что, собственно, region-сервер умер. Клиент взаимодействует непосредственно с ZKipper для того, чтобы, например, получить каталог, то есть для того, чтобы узнать, в каком именно region-сервере лежит данный ряд данной таблицы. Также, естественно, общается с region-серверами для того, чтобы, собственно, провести манипуляции с данными. И общается с мастером для того, чтобы выполнять идею операции. Итак, мастер. Значит, как я уже сказал, мастер поддерживает изменения схемы, выполняет хаоскипинг операции и не является single point of failure. Если мастер умер, и там у нас, допустим, не было бэкапа, то это плохо, конечно, но, в принципе, мы некоторое время сможем так пожить, потому что фактически кластер не рассыпется. Да, и мастер проверяет статус region-серверов через ZKipper. Значит, region-сервера. Во-первых, хранятся регионы, все данные хранятся в регионах. Значит, делают все манипуляции с данными, и также region-сервер является HDFS-дата-нодой. У кого есть идеи, почему так делается? Да, правильно. Как мы выяснили на прошлой лекции, значит, когда происходит запись в дата-ноду, она всегда пишет один файл на себя. Таким образом, если у нас есть режим сервера, на который постоянно льются данные, он все эти данные имеет в себя локально. То есть мы вообще читаем данные без использования сети. Так, значит, ZKipper. ZKipper — это распределенный сервис синхронизации. Значит, он имеет в подобной файловой системе структуру ключей, причем данные могут содержаться не только в листьях, но и в нодах. И определяет некоторый набор примитивов, с помощью которых можно построить очень большое количество всяких разных интересных вещей. То есть, например, можно легко построить, не знаю, распределенный рентренд-лог или распределенный atomic-лонг, всякие такие вещи. Значит, что касается хранилища данных. Значит, позируется режим сервером. MemStore — это, как я уже говорил, write-буфер. То есть это, как сказать, быстрое memory-хранилище, в котором хранятся сортированные данные, в которых, собственно, данные пишутся. И, значит, в качестве хранилища используются два типа файлов. Это, во-первых, write-ahead-log, во-вторых, собственно, data storage там, где данные хранятся. Ну, понятно, что write-ahead-log, на самом деле, это исключительно... Эта вещь нужна исключительно для того, чтобы в случае какого-то дизастера мы могли восстановить, что было. То есть запись, на самом деле, происходит следующим образом. Как только мы пишем что-то в HBase, как только мы пишем что-то в HBase, значит, данные, во-первых, попадают тут же в write-ahead-log. Если это по каким-то причинам не удалось, то клиент сразу получает ошибку и так далее. Ну, это, кстати, можно отключить. И, в смысле, вообще запись в write-ahead-log можно отключить, но это не рекомендуется делать. И, во-вторых, после этого данные кладутся в in-memory-хранилище. Вот. Значит, что происходит, когда клиент коннектится к кластеру? Во-первых, клиент идет к ZooKeeper и спрашивает у него адрес region-сервера, в котором содержится так называемый root-регион. В root-регионе хранятся ссылки на другую каталожную таблицу, которая называется meta, в которой хранятся уже данные конкретной таблицы с расположением уже region-серверов конкретно этой таблицы. Собственно, вначале клиент идет в ZooKeeper, потом идет в root-овую таблицу, потом идет в meta-таблицу, и только после этого идет уже непосредственно в нужный ему region-сервер. Понятно, что это довольно дорого, поэтому все эти данные кэшируются. И здесь также нужно сказать, что в случае, если эти закэшированные данные окажутся неверными, то есть, если он, например, придет в region-сервер, а этот region-сервер либо окажется, например, вообще с дизейбленным, погашенным, либо он уже не содержит этого региона или этой записи, то все это придется повторить. Но эта операция, в общем-то, довольно редкая. Поэтому, собственно, чем дольше живет клиент, на самом деле, тем больше он начинает быть в курсе, где какой регион находится. Вот, собственно, итак, более подробно. Что происходит при записи? Значит, во-первых, пишем в write-ahead-log, то есть в h-log. h-log один на region-сервер. То есть, если у вас region-сервер содержит, не знаю, 5 регионов, то в write-ahead-log все равно один. После этого, значит, идет запись в mem-store. Mem-store один на column-family. Соответственно, если вы пишете данные, которые относятся, не знаю, к двум column-family, то запись будет записана в оба mem-стора. Значит, если mem-store оказался полным, так это in-memory, значит, запрашивается операция flash, то есть чтобы mem-store был записан на диск. Причем операция flash всегда выполняется в отдельном трейде, дабы не сильно тормозить клиента. Значит, что происходит, когда mem-store флашится? Во-первых, понятное дело, что файл просто скидывается в HDFS, причем на одном из следующих слайдов мы увидим формат файла, который получается. Значит, увеличивается на единицу специальный счетчик операций. Это просто, на самом деле, atomic long в недрах region-сервера. И после чего mem-store очищается. Ну, собственно, все достаточно просто и логично. Далее, значит, когда регион переходит некоторую границу, некоторый треш-от, который задается заранее, регион сплитается. То есть фактически один регион разбивается на два по его центральному ключу, так как в регионе все данные упорядочены. Значит, как это происходит? Во-первых, регион закрывается, то есть все клиенты вынуждены ждать. Во-вторых, значит, в многопоточном режиме создается структура файлов-каталогов, необходимая для этого региона. После этого апдейтится мета, причем апдейтится и родительский регион, о том, что вот теперь он сплит, чтобы его случайно никто не начал сплитать еще раз. И не только поэтому. И также апдейтится мета о том, что вот теперь есть два новых региона. Значит, после чего нотифицируется мастер, собственно, о том, чтобы при необходимости мастер запустил процедуру балансировки. Все шаги трекаются через ZooKeeper. Если в какой-то момент регион сервер отвалился, то, собственно, могли продолжить... То есть другой регион сервер мог продолжиться с места, на котором остановился упавший регион сервер. Ну и в какой-то момент родитель очищается. Опять же, когда ему скажет мастер. То есть он удаляет ненужные ему H-файлы и удаляет свою информацию из мета таблицы. Это реально много таблицы? Реально нет. То есть реально там секунды. То есть все равно все это время он заложен? Да. А не мерзли? Что? Регионы, если он, наоборот, слишком маленький, что... Регионы мерзли по запросу. То есть можно сказать, двум регионам смержатся. Вернемся к тому, что происходит, когда происходит флаж. То есть, как я уже говорил, содержимое мем-стора просто скидывается на файл. В HDFS-файл. Таким образом, при... То есть таким образом периодически скапливается некоторое количество файлов. Эти файлы... То есть есть специальный механизм, который позволяет эти файлы компактить. Значит, во-первых, то есть который фактически сливает эти сортированные образы мем-сторов из нескольких файлов в один. Собственно, бывает двух типов. Во-первых, минорный, во-вторых, мажортный. Минорный... Минорный компактшн сливает несколько файлов в один, причем выбирает из... То есть он проходит по всем файлам и выбирает какие-то подпадают под минорный компактшн. Мажорный компактшн сливает все текущие мем-стор в один файл. То есть все текущие H-файлы в один файл. Тип определяется в момент вызова. То есть когда система или админ пользователя решает, что нужно произвести компактшн, а система решает, какой именно компактшн выбрать. Чем характеризуется минорный компактшн? Во-первых, он быстрый, просто потому что он, как правило, собирает небольшие объемы данных. Во-вторых, он выбирает файлы, которые ему нужно включить. То есть у него есть некоторые параметры, например, максимальный размер файла, который он включит, и минимальный набор файлов, которые он должен включить. То есть если запускается компактшн, и он понимает, что у него нету достаточного количества файлов нужного размера, то он просто... И при этом не запускается большой компактшн, потому что еще рано, то просто ждем дальше, пока количество таких файлов возрастет. То есть на самом деле, чем больше этот параметр вы вызовете, тем дольше нужно будет ждать следующего компактшн, но при этом сам компактшн потребуется больше ресурсов. Ну и, собственно, файлы выбираются от более старых к более новым. То есть, ну, понятно, что первым возьмется файл, который был старше. Ну вот как это выглядит. Собственно, есть набор файлов, есть некоторый threshold. Собственно, вот эти файлы войдут, потому что они, значит, меньше этого thresholdа, а эти нет. Ну, на самом деле, стоило картинку сделать более наглядной, стоило, например, этот файл перенаправить сюда. То есть не обязательно, чтобы они были именно в таком порядке. Но смысл, смысл общем понятен. Значит, мажорный компакшн. Во-первых, он компактит все файлы и на выходе получает один файл. Это, как правило, гораздо более длительная операция. Значит, может быть промоучен из минорного компакшн. То есть, если мы запустили минорный, мы понимаем, что здесь вошло очень большое количество файлов, так, может, давайте сразу сделаем мажорный компакшн. Запускается периодически, по дефолту каждые 24 часа. И так там переписываются все данные. Он проверяет, во-первых, наличие как раз Tombstone-маркеров и удаляет данные, если они помечены этим самым Tombstone-маркером. И также удаляет, проверяет данные на TTL. То есть, если данные протухли, то есть их TTL вышло, что она так же их удалит. Так, давайте перейдем теперь к формату H-файла. Собственно, выглядит это следующим образом. Как я уже говорил неоднократно, H-файл – это просто образ на диске того, что мы имеем в BAMMStory. Значит, H-файл состоит из одного или нескольких блоков с данными. Причем их, может быть, на самом деле, даже ноль. Это в H-бейзе, наверное, никогда не бывает, но, в принципе, такое может быть. Каждый блок состоит из некоторого магического числа, чтобы это понять, который отличает блок с данными. И после чего также содержит список парки и value. Опять же, формат, вот каждый из этих штук мы рассмотрим на одном из следующих слайдов. содержит индексы, некоторую информацию о файле и индексы, собственно, данных и метаданных. Индексы, то есть, как сказать, индексы на индексы и на file.info содержатся в трейлере. То есть, этот файл очевидным образом read-only, по архитектурным соображениям, и когда происходит его запись на диск, строится вот этот трейлер, после чего файл не меняется. Ну, да, как я уже сказал, он иммьютабл, имеет, ну, собственно, все, что было на предыдущем слайде, просто здесь написано текстом. Значит, обычно блок сайз порядка 64 килобайт, собственно, это вот этот вот блок. И сам, и по дефолту размеры чфайла, господи, я не помню, порядка 64 метров, если не ошибаюсь. Вот, значит, как выглядит k-value? Значит, k-value это просто сериализованная запись пары ключ-значения, причем ключ содержит полную спецификацию того, как добраться до этих данных. Значит, опять-таки содержится длина ключа, длина значения, причем всего ключа. После этого содержится значение ID-шника raw key, значит, длина column family, column family, название колонки, timestamp, и key type. После чего, собственно, идет само описание данных. То есть, в принципе, для данных, вообще говоря, может и не быть. То есть, в принципе, мы можем таблицу использовать таким образом, например, в котором будем проверять, выставлено у нас данная колонка или нет. аналогично, например, я не знаю, как в LiveJourne, например, есть теги. Вот эти теги прекрасно подходят для того, чтобы использовать, чтобы эти теги были просто значениями колонок в H-base. То есть, я подозреваю, относительно немного. Ну, то есть, они влезут в несколько десятков миллионов. И мы проверяем, если у данной записи проставлен данный тег, собственно, она им обладает. Если нет, то нет. Да. Ну, перейдем к описанию write-ahead-logа. Значит, как я уже говорил, write-ahead-log один на всю систему, простите, не один на всю систему, а один, конечно же, на region-сервер. И, значит, давайте рассмотрим поподробнее, что происходит, например, при операции put. Значит, при операции put клиент вызывает region-сервер и делает ему делать put каких-то данных, которые лежат в разных регионах, например. Значит, во-первых, данные, значит, данные идут к каждой к region-серверу, господи, к каждому региону. Регион скидывает свою часть данных в write-ahead-log. Каждый регион скидывает в write-ahead-log, после чего данные записываются в mem-store. Вот. Ну, собственно, здесь все, все более-менее понятно, что такое roll-logger и lock-roller мы подробнее рассмотрим на одном из следующих слайдов. Lock-sinker, значит, отвечает за следующее. То есть, когда вы говорите операцию put, вы можете по дефолту выставить назначение, чтобы данные при записи в HDFS были синхронизированы собственно с файловой системой. То есть, чтобы фактически, если помните, каждая запись происходит, данные выстраиваются в пайплайн и синх фактически говорит о том, чтобы мы дождались записи в этот самый пайплайн. В принципе, это можно отключить. Что интересно, что в write-a-head-log один на region сервер, но при этом в нем содержатся данные для некоторых регионов. Сделано это, с одной стороны, для скорости, чтобы запись в write-a-head-log была быстрой операцией, но с другой стороны восстанавливать данные в случае дизастера из такого write-a-head-log достаточно сложно. потому что перед тем, как, собственно, восстановить данные регионов, нам нужно записи из этого write-a-head-log разбить по регионам, то есть понять, какому же региону эти данные принадлежат. Значит, данные, то есть, собственно, вот как раз по поводу лог-роллера. Значит, по дефолту каждый час запускается ротирование этих логов. лог копируется в сторонку, после чего проверяется номер операции, который, то есть последний номер операции в данном логе и проверяется, не была ли эта операция уже сохранена из memstore в each file. то есть фактически это означает, нужен ли нам вообще этот лог, или данные, которые содержатся в нем, операции, которые содержатся в нем, уже и так персистентно сохранены на диск. Если нам этот H-log, то есть, если нам данный файл с логом не нужен, то он просто удаляется. Если нужен, то, соответственно, откладывается в сторонку. Значит, это происходит, да, как я уже сказал, каждый час. Значит, применение этого лога, во-первых, происходит, понятное дело, при дизастере каком-то, если region-сервер умер, после чего мастер все данные региона, то есть write-ahat-log, H-file и все остальное передал другому region-серверу, и region-сервер после чего начинает восстановление. Либо также на рестарте кластера. То есть если такое случается, то также происходит восстановление из write-ahat-logов. Да, ну и логи сплитываются и дистрибьют. То есть что такое log-split? Это как раз касается того, что это касается того факта, что в write-ahat-logе содержатся операции всех регионов на сервере. Соответственно, перед тем, как применить перед тем, как применить давайте немножко более подробно. Значит, допустим, у нас умер region-сервер. У него было там, не знаю, некоторый набор регионов. После чего мастер понимает, что этот region-сервер умер, и лежащие на нем регионы нужно поселить в новый region-сервера. Вот, собственно, этот самый сплит логов происходит распределенно. Как происходит чтение? То есть, как происходит запись, просто подытожив, в общем-то, на самом деле довольно просто. То есть, пишем в начале в write-ahat-log, после этого в mem-store. Все, дальше уже проблема, собственно, системы, каким образом она будет накатывать в write-ahat-log, ротетить mem-store и так далее. Значит, как происходит чтение? Значит, чтение характеризуется тем фактом, что, во-первых, у нас нет единого индекса или нет единого места, где хранится весь ряд. То есть, данные распределены, во-первых, между, то есть, если у нас какой-то ряд, который мы хотим прочитать, содержит несколько column-family, значит, и мы хотим прочитать, например, все column-family, для каждого column-family мы должны заглянуть в начале в mem-store, чтобы понять, содержится ли там актуальный, есть ли там что-нибудь по поводу ряда, который мы хотим прочитать, после чего значит, region-сервер лезет в h-файлы, то есть, в персистентное хранилище данных и смотрит нет ли чего там. Вот. Значит, то есть, фактически для того, чтобы восстановить один ряд данных, которые нужно прочитать, нужно сходить в много разных мест, в один mem-store и в несколько store-файлов для каждого column-family. Да, get происходит то же самое, то есть, точно так же, как и scan. что такое get-scan, более подробно рассмотрим в client-api. Вот. Но здесь, собственно, иллюстрируется эта самая идея. То есть, значит, клиент приходит в какой-то region-сервер и говорит, что ему нужно прочитать некоторые raw, некоторый ряд. Значит, и после чего значит, region-сервер идет в одно из следующих хранилищ. Значит, во-первых, он идет в mem-store, так как mem-store в mem-store хранятся упорядоченные данные. Это происходит за логарифм. После чего, если, после чего он идет в store-файлы. Ну, здесь стоит сказать, что если, например, опять-таки, в store-файлах содержится индекс. Соответственно, зная индекс, мы знаем, куда идти конкретно и нужно ли нам вообще идти в этот store-файл. Вот, собственно, здесь эта идея показана, что у нас этот store-файл полностью выпадает, то есть, он не содержит рядов, содержащих наш ряд. Вот. И также проверяется здесь tombstone-маркер. То есть, если мы видим ряд, который был удален, то есть, в котором проставлен tombstone-маркер, то мы, опять же, эту колонку или column-family просто не добавляем в результат. Вот. Да. Собственно, понятно, что для того, чтобы прочитать эти store-файлы, это дисковые операции. Вот. И очень не хочется лезть, очень не хочется каждый раз для этого лазить в диск. Поэтому существует такое принятие, как блок-кэш. То есть, что такое блок-кэш? Вообще говоря, то есть, каждый region-сервер, каждый регион содержит кэш, анистрический used-кэш блоков. Значит, причем этот кэш работает на приоритетах. Самым низким приоритетом, приоритетом номер 0, приоритетом номер 0, обладают данные, которые были запрошены на скан. То есть, HB считает, что если мы делаем скан, то нам эти данные, видимо, нужны для какой-то обработки большой. И эти, ну, в таком случае, как бы, так мы считаем их, тем более потоково, клиент, вообще говоря, может и подождать. Вот. Более высшим приоритетом является сингл-аксесс. То есть, если мы делаем get конкретного ряда, то уже такие записи, блоки таких рядов имеют уже больше приоритет. Значит, еще больше приоритет имеют блоки, которые несколько, были запрошены несколько раз. Ну, и самым высоким приоритетом является, обладают каталожные таблицы, это root и meta. Вот. Значит, вот несколько реальных цифр. размеры этого самого блок кэш. Вообще говоря, блок кэш это крайне важная вещь, потому что фактически именно блок кэш делает HBase в общем производительным. Вот. Значит, несколько реальных цифр. То есть, размер кэша вычитывается по такой формуле. Значит, размер кэша, понятно дело, на кластер. Значит, режим серверов умножить на количество на hip-size, умножить на параметры, который называется вот так вот. Это фактически процентное отношение процентное отношение от hip-size, которое будет использовано на кэш, умножить на 0.85. Значит, по дефолту этот параметр равен 25%. Вот. Ну, если у нас есть один режим сервер с одним гигабайтом памяти, то это порядка 217 метров, что, в общем, достаточно неплохо. Соответственно, если у нас есть 20 серверов с 8 гигами памяти, то это уже 34 гигабайта. если у нас вообще есть мощный кластер со ства-ориджин серверами с 24 гигами на борту и этот параметр за 0.5, например, до 0.5, например, если мы хотим содержать онлайн данные просто в памяти, то это нам позволяет иметь один терабайт данных. вот. Но, к сожалению, далеко не все, то есть кэш содержит не только блоки. То есть в нем, во-первых, как уже было сказано, содержатся каталожные таблицы, потому что они имеют наибольший приоритет. Значит, в нем содержатся индексы H-файлов и в нем, собственно, содержатся некоторый набор ключей. Вот. Перейдем к клиентскому API. Здесь будет сейчас довольно большое количество довольно простого кода. Вот. все операции, то есть привожу это просто для того, чтобы, в общем, было понятно, как с этим работать. Значит, во-первых, все операции происходят через объект H-table. Значит, все операции атомарные относительно ряда. Причем, да, стоило сказать, это на одном из предыдущих слайдов, но вообще говоря, каждый риджин сервер все операции на запись выполняются строго-последовательно для того, чтобы как раз обеспечить эту самую атомарность. Вот. Значит, доступны row-локи. Что-то такое будет более подробно на следующем слайде. Да, также доступны баки, бачи и выглядит это следующим образом. Значит, создаем объект H-table, который просто характеризуется именем, после чего делаем put, куда складываем объекты put. я не буду здесь расписывать аналогичные для операции delete и get, потому что это все выглядит абсолютно аналогично. put выглядит, то есть, метод, господи, объект put имеет следующие конструкторы. Байт, значит, массив байт row, это просто айдишник, это row-кей. Вообще, в H-base есть некоторая такая путаница, значит, что row-кей часто называется просто row. То есть, row – это именно неинтерпретированный массив байт, который является ключом, а не, например, ключ целиком. Да, причем, значит, очень многие, здесь стоит сказать также, что очень многие операции из API требуют массив байт. Для этого существует специальный helper класс bytes, который позволяет преобразовывать очень многие типы в байт и, соответственно, обратно. Массив байт и обратно. Значит, следующий метод, следующий конструктор принимает в качестве значения, в качестве параметра ссылку на row-лог. Значит, следующий TS, это, собственно, версия, версия или timestamp. Ну, и последний конструктор принимает все эти параметры. Вот. Значит, далее объекту put можем сказать add. То есть, мы фактически наполняем этот самый объект put, чтобы сказать таблице, какие данные мы хотим ставить. Значит, family, это, понятно, column family, qualifier, это имя колонки, byte, это, собственно, значение. Аналогично можем выставить timestamp. и аналогично все это можно записать в низкоурованный объект k-value. Вот. Значит, более интересные вещи. Во-первых, setWrite.Val. Если выставить этот параметр, то, когда будем делать put, region server не будет записывать эту операцию в write и headlock. Вообще, это крайне не рекомендуется делать, но, в принципе, иногда, может, надо. То есть, нужно это бывает, например, если у вас есть какая-то map-reduce данных, например, какую-то статистику обрабатывает, генерит большое количество данных, которые, в общем-то, потерять не так жалко, легко пересчитать. То есть, если у нас упадет сервер, то есть, да, мы потеряем часть данных, потому что они не попадут в write-aheadlock, но при этом как бы не страшно, мы пересчитаем это еще раз. Как мы увидим позже, эта штука сильно увеличивает производительность, если ее отключить. Вот. И второе, hip-size. Это позволяет, то есть, с помощью этого метода можно посмотреть, сколько наш put, который мы делаем в базу данных, занимает реальной памяти в region server, включая все внутренние структуры. Что? Как используется service? Мы можем оценить разные, а дальше? Ну, дальше-то как бы уже зависит от непосредственно клиента. мы можем, например, прикинуть и, например, можем разбить, ну, как бы за сильно зависит от клиента, например, можем разбить данный ряд на несколько рядов. В принципе. Значит, для операции put есть write-buffer. фактически, это, понятно, что каждый put по дефолту это рпс на сервере, то есть, мы должны отправить данные по сети, получить их и так далее. Вот. Собственно, чтобы избежать большого количества удаленных вызовов, существует write-buffer. то есть, клиент у себя накапливает некоторый набор данных по дефолту это 2 мегабайта, после чего их флажит. Ну, понятно, что так же принудительно можно сказать флаж коммитс. Вот. По дефолту он выключен. Контролирует, собственно, такими методами set-auto-flash и set-flash-коммитс. Вот это значение можно, по-моему, выставить для тейбла и можно выставить просто в конфигурации для всей системы. собственно, опять-таки write-buffer значит, write-buffer может в себе содержать путы для нескольких режим-серверов и потом, собственно, клиент, то есть, потом клиент будет, то есть, это все так же происходит, на самом деле, на клиентском ходе, то есть, как сказать, из вашего приложения вы делаете просто несколько пут, после того, как делается flash-коммит, клиент уже, как сказать, низкоуровневый клиент, то есть, фактически, H-based-ный клиент проверяет, распределяет эти путы по режим-серверам и после этого батчами отправляет для каждого режим-сервера. Вот, значит, что еще есть? Во-первых, есть касс-операции, значит, что такое касс-операции? Значит, это касается, на самом деле, не только H-base, это вообще общее понятие, например, в Java есть классы виды atomic, hint, atomic, long и так далее, которые, которые, собственно, помогают добиться того же самого эффекта. Это оптимистичная сортировка. То есть, допустим, вы хотите сохранить какие-то данные, сделать пут, но при этом гарантированно, при этом гарантированно вы хотите сделать это уникально. В том смысле, что вы хотите, чтобы в тот момент, когда вы сделали, в тот момент, когда вы модифицировали эти данные, никакой другой клиент не смог их записать. То есть, если у вас был какой-то один клиент, давайте нарисую просто. вы здесь прочитали данные, вы их как-то обработали. В этот момент, это время, в этот момент приходит какой-то другой клиент, прочитал эти данные, обработал эти данные, записал эти данные. То есть, как здесь, D1, D2 и D3. Так, да. Значит, записал эти данные, то эти данные, то есть, вот здесь была одна версия данных, на момент, когда мы читали, когда этот клиент записал, уже стала одна версия данных. После чего, значит, мы обработали эти данные и хотим их записать. Ну, собственно, самая классическая проблема. Значит, мы эти данные перетрем. Ну, либо в зависимости от реализации системы, либо получим ошибку о том, что эти данные уже были изменены. Собственно, каст, то есть, compare and settle, compare and swap, значит, помогают избегать этой неприятной ситуации. Как это работает? Значит, мы здесь читаем данные. Мы, перед тем, как их модифицировать, мы их где-то запоминаем. Ставим галочку о том, что данные были такими-то. И перед тем, как эти данные сохранить, мы скармливаем системе, то есть, в данном случае, H-Base, ну, опять же, Atomic Long, абсолютно то же самое. Мы скармливаем этой системе две версии данных. То есть, во-первых, то, как было, то есть, value, это данные, вот эти вот, данные, которые были на момент, на начало операции. И put, это данные, которые должны быть. И, соответственно, система, тамарно у себя на сервере, H-Base, проверяет, изменились эти данные или нет. Если они изменились, то есть, если значение value, которое мы прочитали здесь, отличается от того, что есть здесь, она ничего не сделает. И вернет этот метр, вернет false. Это означает, что нам эту операцию нужно повторить. Таким образом, мы ее повторяем снова. Здесь уже галочка другая, соответствующая, соответственно, соответствующая вот этим данным. Снова проверяем операцию, никто ли не изменил. Если никто не изменил, все окей, значит, эта штука вернет true. Вот. То есть, это такой, просто алгоритм оптимистичной сортировки. Господи, простите, оптимистичной блокировки. Вот. Ну, собственно, с batchем все понятно. А batch просто принимает набор путов и принимает их. Значит, get. С get'ом все, как я уже говорил, абсолютно то же самое. Вот. Get принимает значение в качестве аргумента аналогично неинтерпретированный массив байт, который является ключом, и в итоге получает результат, который содержит все column family. Не все column family, вернее, в column family, которые мы здесь можем ему сказать. То есть, мы можем конкретно сказать, какие column family нам нужны. Вот. И, господи, да, и можем также узнать вообще, есть ли такой, это такой, такой ряд или нет. Да, также может быть применен фильтр. Я не стал углубляться, что такое фильтр, я расскажу на словах. То есть, фактически, фильтр это, как сказать, это некоторый объект. объект класса фильтр, который, значит, конструируется на клиенте, после чего стерилизуется и отправляется на сервер, и сервер, когда сканируют данные, которые, он вернет клиента, он, с помощью этого фильтра, проверяет. То есть, фактически у него есть один метр, который, по-моему, так и называется фильтр, который, собственно, проверяет, подходит ли данная, данная запись под фильтр или нет. То есть, существует просто из коробки достаточно большое количество фильтров, например, там есть просто фильтр, который проверяет значение поля. То есть, вы выставляете о том, что вот ваша колонка А должна иметь значение там В, и если она не имеет значения В, то она в итоговое множество рядов просто не войдет. Вот. теперь, что такое row-локи? Во-первых, для каждой операции HBase, для каждой операции HBase генерирует implicit-лок. Как раз для того, чтобы операции выполнялись строго-последовательно. В принципе, вы можете ходить по каким-то причинам несколько операций провести атомарно. То есть, например, несколько путов. Вот. Чтобы это гарантировать, вы можете у HBase вручную сказать «Дай мне, пожалуйста, лог для такого-то ряда». Вот. После того, как вы этот лог получите, вы можете применять этот лог для последующих операций редактирующих данные. То есть, put, delete и так далее. Ну, собственно, put, delete, инкремент. Вот. Ну, эти логи используются в доброй документации. Их использовать не рекомендуется, потому что не очень опытный пользователь может, например, вообще таблицу ввести в состояние дедлог. Вот. скан. Что такое скан? Более подробно. Скан – это фактически просто итератор данных. Значит, если нам нужен какой-то не один ряд, а, например, какой-то набор рядов, причем, может, заранее не знаем, какой именно, как раз-таки используется фильтр, мы можем применить операцию скан. Значит, в объекте скан могут быть объявлены start и end rows, то есть значение начального ключа и значение конечного ключа, то есть скан будет применен только для данного отрезка ключей таблицы. Причем start в этом случае будет inclusive, то есть включен, то есть если найдем ряд с ключом, равным start, он будет включен, и при этом end exclusive. Значит, скан требует некоторых ресурсов сервера, поэтому сервер выдает, кстати, так же, как и rowlocki, сервер выдает их на некоторое время. Если мы не успели воспользоваться сканом, то нам надо либо этот скан обновить, то есть фактически получить заново, либо мы свалимся с exception при следующей операции next. Ну и есть операции batching и caching. О них поговорим на одном из следующих слайдов. Вот. Ну, собственно, значит, вот кусок кода, как это выглядит. задаем объект скан, задаем column family, которые мы хотим просканировать, задаем batching caching, это более подробно на следующем слайде, устанавливаем количество версий. Это фактически то, сколько версий для каждой ячейки нам вернется. Да, также можем задать конкретную конкретный timestamp, то есть нас интересуют только ячейки с таким таймстемпом. Задаем начальный и конечный ряд, причем заметьте, как раз используется класс bytes, о котором я говорил ранее. То есть фактически здесь написано, что нас интересует только скан, начиная от ряда с rowkey 0 и заканчивая rowkey 1000. То есть мы просканируем всего тысячу рядов. После этого получаем сканер, используя тот же самый объект table и по нему итерируемся. После чего сканер сканер закрываем. Таймаут происходит, то есть чек таймаута происходит при вызове метода next. То есть если мы между последовательными вызовами то возможно закроем. Да. То есть если мы сделали next, получили объем данных, пошли обрабатывать их, тупить, вызвался какой-нибудь garbage collection с компакшен на 15 секунд, после следующего next мы можем свалить с exception. Вот. Что такое кэшен и батчинг? Фактически идея та же самая. То есть каждый каждый следующий вызов next для получения следующего порции данных это удаленный вызов. Собственно чтобы их избегать данные во-первых кэшируются а во-вторых батчатся. То есть тут небольшая путанность с терминологией кэшинг относится к рядам. То есть это значит что допустим мы хотим получать пачками по 5 штук. Это значит что кэшинг будет равно 5. Но здесь возникает проблема что если мы запрашиваем некоторый ряд часть ячейки из которых его очень большая там не знаю очень большая например в теории может не влезть в xmx то есть в хип клиента то мы хотим такие ячейки получать отдельно. Собственно батч как раз он есть для колонок. То есть фактически батч это количество кусков каждого ряда на которой мы поделим ряд при загрузке сервера. Вот ну как пример если у вас есть ряд содержит допустим 17 17 колонок и у вас стоит батч 5 то собственно при каждом вызове next вы получите вначале первые 5 колонок потом следующие 5 колонок следующие 5 колонок после этого 2 колонки. Батч никогда не бьет как бы ряд пополам то есть то есть каждый вызов next будет носиться либо целиком к предыдущему ряду либо к следующему так ты перескочил или нет а вот да то есть вот собственно здесь есть пример как раз допустим у вас конечно выставлен 5 и батч выставлен 3 вот мы грузим загружаем загружаем ряды вот собственно каждый вызов next это вот такая вот да каждый вызов вызов next это вот такая вот штука то есть первый батч вам вернет 3 второй батч вернет 3 3 3 и в сумме в сумме даст как бы 6 6 пачек вот ну давайте перейдем каунтерам собственно с каунтерами все просто каждый кстати эту фич в план добавил фейсбук каждый каждый селл в таблице может являться атомарным каунтером то есть который атомарная операция инкремент без какого-то дополнительного лог значит выглядит все таким образом у вас есть значит таблица вы говорите инкремент колом value by size здесь указываете опять-таки rowkey то есть айдишник ряда значит это колом фэмили это колонка и насколько увеличить то есть в данном случае у вас есть какая-то таблица таблица кликов или таблица хитов за какую-то определенную дату и вы в нужное поле в нужное число увеличиваете таблицу хитов на один и получаете последнее значение ну в общем все примитивно вот опять-таки может быть применено для большого количества рядов вот значит объекты с объектами htbl есть некоторые проблемы во-первых создание объекта htbl достаточно дорогое удовольствие во-вторых htbl не thread save то есть если вам нужно htbl использовать из нескольких потоков то это не очень хорошая идея то есть вам нужно либо завести отдельный htbl для каждого потока что плохо так это дорогая операция либо собственно завести пул таких объектов да хороший пример собственно объекта htbl вы его создали в каком-то потоке сделали все что вам нужно и в конце жизни приложения вы его закрыли вот собственно hbase представляет пул объектов htbl который во-первых потока безопасен во-вторых использует шарит общий ресурс какие-то как connection к звук хиперу и так далее вот значит как это выглядит ну во-первых у него есть конструктор в котором определяется max size причем этот max size это если вы max size указали например 5 вы все равно можете у него попросить попросить 10 таблиц то есть это фактически это 5 таблиц которые будут всегда жить в памяти которые не будут закрыты собственно метод gettable который вернет таблицу то есть htbl интерфейс это на самом деле интерфейс который также имплементится объектом htbl который был рассмотрен заранее который обладает всеми этими методами такими как put господи put delete get scan и так далее вот вызывается для таблицы когда вы поиспользовали таблицу вы должны положить назад с методом put ну если по каким-то причинам вы хотите вы хотите почистить ресурсы для данной таблицы если например вы точно знаете что вам таблица никогда больше не понадобится вы делаете close table pool опять-таки для данной таблицы вот ну собственно все по поводу API я думаю что все понятно я каюсь я не вставил в презентацию API связанное с DDL то есть как создавать таблицы как добавлять удалять модифицировать column family но там все предельно просто и понятно вот ну давайте рассмотрим пример выбора ключа ну собственно допустим то есть что на что стоит обратить внимание при выборе ключа во-первых как уже неоднократно говорилось единственный первичный ключ по которому можно искать действительно быстро это rowkey значит во-вторых rowkey sorted что значит что он sorted это значит что например при использовании операции scan вы можете задать start start row и stop row и собственно в выборку попадут заранее определенные заранее определенные ряды то есть например если у вас я не знаю в качестве первичного ключа используется каким-то причинам например дата то задав правильным образом start row и stop row вы можете например получить за один скан за один проход получить все ряды соответствующие предыдущему месяцу просто если задать соответственно там start row там первое первое сентября а stop row соответственно первое октября вот ну да и кейн это интерпрет рейвов байт как уже неоднократно упоминалось что это значит это означает что ключи могут быть вообще говоря достаточно сложными то есть например как мы видим на следующем примере в ключи в ключи могут содержаться конкатенированные данные то есть например дата плюс какой-то айдишник или айдишник плюс какой-то дат в зависимости от того какие запросы будут применены к этой таблице это на самом деле всегда очень важно то есть перед тем как проектировать ключ прежде всего вы должны задаться вопросом какие же запросы вам нужно будет использовать потому что одна и та же таблица может быстро отвечать на одни запросы и очень медленно отвечать на другие вот собственно здесь я здесь объясняется собственно какие операции происходят быстро какие операции операции поиска происходит медленно то есть например если вы ищете по первичному ключу значит то есть фактически здесь описано на самом деле каким образом region сервер выбирает понимает нужны ли эти данные для того чтобы вернуть клиенту или нет но наиболее быстрый способ это ролики то есть он просто если он видит что раукей подходит или не подходит то он во-первых не лезет в ненужные ему колон фэмили не лезет в нужную сейчас секундочку skip rose да не лезет в ненужные ему колон фэмили не в общем не лезет в ненужный таймстэмп так секундочку да значит если у нас окей ладно давайте пойдем к примеру значит допустим у нас есть приложение которое позволит которую которая позволит хранить email от пользователей то есть мы пишем например сторич для email которые будем использовать в интерфейсе ну во-первых самый простой и тупой вариант который позволит в котором мы будем использовать мы будем хранить все сообщения в одном лиде то есть у нас ряд будет представлять собой user id ID пользователя, после этого будет column family и колонка, timestamp, после которого будут перечислены все сообщения пользователей. Это вообще говоря даже для большинства пользователей будет работать. То есть, но будут некоторые проблемы. Во-первых, мы сможем получить, клиент сможет получить только разом все значения, все письма пользователя разом. То есть, он не сможет каким-то образом их фильтровать. Соответственно, если у вас будет один большой пользователь, у которого будет миллионы писем, то это вызовет некоторые проблемы. Во-вторых, невозможно ничего найти, потому что единственным способом нужно будет как-то распарсить эти месседжи и каким-то образом по ним или проитерироваться, либо построить индекс и собственно их получить и так далее. Ну и третье, да, как я уже сказал, могут быть пользователи с огромным количеством писем, которые вообще, например, могут занять целый регион. Поэтому этот вариант хоть и рабочий, но очень неэффективный. Значит, второй вариант. Давайте хранить не только userid, но также в column family будем хранить ID сообщения. Будет это выглядеть так. То есть, у нас есть юзер, у которого 1, 2, 3, 4, 5. У него есть, значит, есть column family data, в котором будет храняться ID сообщения, ID писем. И, ну, это просто timestamp. Соответственно, этот подход уже интереснее. Значит, во-первых, мы можем забирать только те данные, которые нам нужны, то есть мы можем получить банально письмо по его ID. Вот. Значит, получить что-либо можно только используя фильтр, что, собственно, что не очень хорошо, потому что для того, чтобы применить фильтр, нам все равно нужно будет пройти, в случае использования скана, нам все равно придется пройти по всем записям. И, опять-таки, проблемой остается пользователь с большим количеством писем, потому что если у него много писем, таких записей будет очень много, и, соответственно, у нас, опять-таки, один регион может уйти на хранение всего лишь одного ряда. Да. Ну, и давайте рассмотрим третий вариант, значит, в котором ключом, как раз рассмотрим подход, в котором ключом будет являться конкретнированная строчка из user ID и message ID. То есть в этом случае ID будет выглядеть таким вот образом. Соответственно, у нас каждому ряду будет соответствовать одно письмо. Проблема, то есть, ну, здесь мы решаем, на самом деле, все наши проблемы. Мы можем выбрать данные только те, которые нам нужны. Можем легко получить нужное письмо по РОК, по первичному ключу. И пользователи с большим количеством писем, опять-таки, не являются проблемой просто потому, что у нас сколько писем, столько и рядов. Вот. Более того, заметим, что если нам нужно получить, например, все письма пользователя за раз, то мы просто делаем скан, старт ключом которого будет, например, 12345-000. ффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф скан мы получим все все письма соответствующие данному пользователю и это на самом деле очень гибкий механизм то есть правильно подбирая префикс вы в скане можете использовать можете получить лишь нужные вам данные вот и таким образом можем пойти дальше то есть можем в качестве первичного ключа вообще сделать например вот такую штуку таким образом мы данные можем получать не только по по одесса общения но мы можем получать вообще например нужные одеты тачментов или только письма за нужную дату вот и мы можем пойти на самом деле еще дальше то есть это просто такой стандартный трюк каким образом каким образом переупорядочить то есть в данном случае данные будут упорядочены по возрастанию начале самой старой данной потом старые самые новые данные если мы применим при применим вот такой вот трюк маг сон отс précих их обратим то вначале будут всегда самые самые новые данные таким образом если мы опять таки сделаем скан, сделаем скан стартеро, у которого будет userid-fff, мы очень быстро получим последнее письмо. Вот, так, да, значит, ну некоторые замеры производительности. На самом деле, да, это замеры, которые, собственно, делались у нас в компании Яндекс, то есть делались они на следующем кластере. Есть, значит, три region-сервера с двумя ЦПУ, 24 ядра каждые и 48 гигов на сервер, причем 10 гигабайт отводится под приложение region-сервера, есть HDFS, то есть все это крутится на HDFS с уровнем репликации 3, и есть 10 гигабайт давных, причем килобайт на каждую запись, там, сколько это, по-моему, 27 байт на ключ, остальное назначение, и 10 параллельных клиентов. Собственно, здесь вы видите варианты, здесь вы видите различные варианты измерений, во-первых, с включенным буфером, соответственно, на 100 строчек и на 1000 строчек, да, значит, это измерение на write, да, собственно, есть, данные изменялись, во-первых, с включенным в write-ahead log и с выключенным в write-ahead log, и, во-вторых, с буферизацией. Ну, во-первых, легко заметить, что наибольшее значение, то есть наибольшую производительность мы получаем в этом столбце, в столбце, в котором выключена запись в write-ahead log, то есть фактически данные, то есть фактически этот HBS в данном случае превращается вообще в memory storage, то есть данные просто попадают в memstore, потом их HBS в бэкграунде каким-то образом ротируют, но они вообще не записываются никуда на диск, вот, и данные буферизуются на клиенте. Причем интересно, что если увеличить буфер, то производительность незначительно все-таки падает. Вот, но тем не менее, мы имеем такие результаты, результаты, что, значит, из HBS можно выжать 50 мегабайт в секунду записей, это 50 тысяч рядов в секунду, что, в общем-то, по-моему, очень неплохо. Вот, но это как бы такие экстремальные режимы работы с выключенными вау. На самом деле нужно смотреть скорее вот сюда вот, то есть с включенным write-head-logом HBS, то есть, как так сказать, в нормальном режиме, когда включена нормальная персистентность, значит, HBS выдает 11 метров в секунду и 10 тысяч рядов в секунду на запись. Собственно, вот. Ну, если есть какие-то вопросы, то сейчас самое время их задать. Материалы, которые используются для этой лекции, помимо собственного опыта, это, во-первых, книга HBS Definitive Guide. Книга, на самом деле, довольно хорошая, но не раскрывает всех деталей, если они вам интересны. То есть там, например, довольно бегло описано, каким образом происходит чтение, непосредственно чтение из HBS. HBS in Action книга сильно хуже, в том смысле, что там используются гораздо меньше деталей, то есть там скорее такой HBS for Dummies. Третья официальная документация HBS, но, к сожалению, она несколько устаревшая, но хотя она все равно, наверное, новее, чем эти книги. Сейчас HBS версии 0.96. И третья, на самом деле, тоже очень полезный источник, это Clouderer Articles. Вот, просто блок компании Clouderer. Собственно, на этом все. Спасибо за внимание.